Увидеть своими глазами и повторить. В Новосибирский электромеханический колледж сегодня пригласили школьников рассказать о том, какие профессии можно освоить, познакомиться с условиями обучения и, конечно, заинтересовать в том, чтобы подали документы в учебное заведение. Сергей Толмачев подробнее. Вот происходит подача угля в котел, где вода нагревается. Вода преобразуется в пар, подается на паровую турбину. Турбина вращается, в сообществе с ней вращается генератор. На площадке перед колледжем наглядные пособия и оборудование, которое студенты делают своими руками. Например, щит для расчистки снега. Машина идет по бездорожью, снег расходится по сторонам. И колея у нас остается какой? Расчищенной. Здесь готовят специалистов по семи техническим специальностям и открывают восьмое направление. В этом году мы открыли новую специальность – айтишную программирование. И надеемся, что школьники Первомайского района понимают, что теперь можно здесь дома получить востребованную на сегодня профессию айтишника. Строительство, автомеханика, электротехника. После получения диплома новоиспеченный специалист готов к работе на предприятии. Уже с неплохой практикой. В этом колледже есть собственный полигон для испытаний электромонтажников. Вот она, контактная линия, абсолютно идентичная той, которая установлена на железной дороге. За исключением того, что ток здесь, понятно, не пускают. Помогает создавать условия для обучения и общественные организации. Мы из депутатского фонда выделяем средства на улучшение материально-технической базы этого колледжа. И сегодня, можно сказать, большой праздник в этом колледже, потому что день открытых дверей. Пришло очень много учеников, как вы видите, из соседних школ. Сегодня школьникам рассказывают не только о профессиях, но и о бытовых условиях. В местном общежитии можно найти себе занятия на любой вкус. И праздники проводят, и в кружки по интересам собираются. Меня просто пригласили на кружок по вязанию, и мне что-то понравилось. Я втянулся. Сначала была снежинка, как раз-таки на этом мастер-классе. Потом была елочка, сам попросил уже. А дальше увлекся объемными игрушками. Колледжу в этом году исполняется 80. Учатся в нем около тысячи человек. Новый набор начнется совсем скоро. Кто-то из этих школьников тоже сегодня может выбрать будущее. Буду думать. Может быть, даже поступлю. Сергей Толмаджев, Алексей Зубила. Новости ОТС.